вот светланочка задает интересный вопрос ну явно не для я понимаю что вы хотите знать в будущем будут ли вот насильно делать всякие бяки вы знаете если бы хотели бы уже бы сделали по большому счету потому что нужно давать выбор выбор отдавать запугать и рассказать по поводу всяких страшилок там придет годзилла укусит тебя за попочку поэтому тебе нужно срочно защитить свою попочку это пожалуйста и вы знаете это работает очень хорошо или в магазинку не пойдешь за границу не полетишь фигоньки тебе вот там страшные годзиллы нужно от годзилл защититься и вам расскажут как кстати дорогие друзья получена полная информация по давнейшнему запросу многих из вас относительно глубокой противопаразитарно-фунгидной то есть грибковой очистки организма общее количество ингредиентов 15 среди них есть эфирные масла и очень интересная система применения будет передача где я подробнейшим образом обо всем этом расскажу и собственно это этот комплекс эта система она в ближайшее время появится на сайте азиабиофарм сейчас пока идут компоненты я потом расскажу и покажу как всем этим пользоваться как на постоянке разжижать густую кровь кора и вы белый как вариант самый простой и самый доступный почему снятся люди с которыми не общаюсь видимо надо пообщаться раз снятся владимир будет ли всеобщая дебилизация это обязательно и не только в россии а как же без этого без этого совершенно никак опять-таки это же нелегитимная организация это же частные частная контора никонора которая всем этим занимается поэтому в общем то ничего такого особенного все как положено кому надо тот пройдет мимо ну а кому туда дорога прописана тому ласты закрутит по-любому видела сон недавно что в ночь в октябре ночью вырезали всех русских в городах мигранты светланушка говорит вам бы знаете как это объединить свои усилия со стивеном кингом да и можно что-нибудь снимать новое российский триллер владимир как естественным путем поднимать давление без кофеина совсем тяжко ну что же необходимо принимать такую интересную штуку которая называется жизнь шейн а также радиола розовая еще тоже очень хорошо влияет на это страх перед домогилизации и политическими событиями привлекает негатив жизнь безусловно конечно если ум занять нечем то надо ум занять вот этой вот жвачкой и активно подкидывают через средства массовой информации там застрелили здесь там такие-то действия там взорвали эти сказали ядерная война будет и все такое прочее вот чтобы люди вот это вот это вот плюнуть друг другу жвачкой вот это и вот пережевывание говнизинчиком в мозги один плюет другому на и замечательно все так вот оно все и случается дорогие друзья освобождаете свои мозги от говнизина зачем он нужен чтобы быть в здесь и сейчас нужно не думать о том что будет завтра понимать что завтра будет да вот постоянно занимать свой умственный процессор вот этими размышлениями и вот этим пердячим паром абсолютно не нужно деструктивная фигня как пожилым родителям что-то объяснить зачем вам их трогать дорогой друг ну дайте им возможность быть тем кем они сложились в течение жизни если они вас что-то спросят можно объяснить а если не спрашивают то еще и объяснять вы только накликаете на себя лишние проблемы с их страны как если у тебя способы отключения биоимплантов и блокировки ночных загрузок так это не у меня по большому счету это если вы говорите о ночных загрузках те у кого уже есть интерфейс для этих загрузок то здесь очень просто вопрос решается при помощи сетки фарадея можно либо комнату изолировать либо кровать балдахином накрыть вот это да и на землю посадить это если речь идет о тех кто так сказать защитился от всех ужасных напастей про которые нам рассказывали про посредством массовой информации а если вы говорите о естественной загрузке то есть основной функции сна то защищаться от этого абсолютно бессмысленно и невозможно потому что это естественный процесс так задумано изначально правда ли что невроз это от нереализации внутренней личности или внутреннего я которое было задавлено психикой вы знаете все это от нелюбви к себе случается все психологические заболевания случаются от нелюбви к себе и от собственно размышлений о том что в будущем все будет очень плохо но все это все равно жиждется весь этот страх изначально в корневой основе имеет заниженную самооценку то есть арабское сознание бесконтрольный жор сладкого и мучного это отсутствие дисциплины и наличие неких сущностей а виктор а я об этом раньше говорил это даже не сущности вот смотрите есть симбиоз когда на дереве живет тля и муравьи во все они живут в симбиозе а у человека тоже много приживальцев внутри имеет место быть но не только у человека у собаки у кошечки там у мышки и так далее то есть паразиты внутри живут и грибы а у них есть коллективное сознание как у пчел которые там жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Поэтому вот эти необъяснимые желания сожрать какую-нибудь дрянь, например, в Макдональдсе, или бухнуть, или еще нанести себе какой-то вред, они вызваны запросом, который посылает коллективное сознательное приживальцев, или определенного вида приживальцев. Для чего? Для того, чтобы человек принял такую субстанцию, такой препарат, который снижает функции иммунной системы, для того, чтобы они могли там сделать бум-бум и размножиться, понимаете, а то макрофаги там стараются и регулируют численность популяции этих жучков и паучков. Как обезопасить себя от завистливых людей? Насрать на них. И все. Вот и обезопасить ничего не надо, они сами будут там кувыркаться. Это же их проблемы-то, а не ваши. Все просто. Посмотрите фильм, который называется «Ключ от всех дверей». Поэтому, когда вы ищете способ от чего-то защититься, вы, собственно, даете право делать вам гадости. Вот это надо понимать. Как назначить главного дома? А это когда ваш ум определяет позитивность вашего физиологического развития. То есть, вечерний он говорит, пойдем-ка это, побухаем там, покурим, еще какую-нибудь гадость поделаем. Вред, явно вредную для здоровья, вы это понимаете. Вы идете и делаете. Это, наверное, не очень хороший домоуправитель. А тот, который утренний такой встает, говорит, ну, все, сегодня начнем фитнес, там, тролливали, пассатижи, здоровое питание и все такое. Вот его и назначайте. Почему на человека луна влияет? Потому что луна – это передатчик. Владимир, от чего возникает межреберная невларгия и как ее побороть наиболее правильным образом? Нужно очистить свой организм, в первую очередь. Во-вторых, очистить от чего? От тех токсинов, которые разрушают миелиновую оболочку. Что такое межреберная невралгия и вообще невралгия? Когда у вас происходит разрушение оболочки миелиновой. Вот есть нерв, а есть оболочка вокруг него, как у высоковольтного провода. То есть, если внутри вас есть токсин, оболочка начинает разрушаться. Если она сильно разрушилась и начинает коротить, а мы же, жидкость-то у нас внутри не дистиллированная вода, она токопроводная, поэтому нас трясет от электричества. Так вот, там начинает замыкание происходить различное. И отсюда возникает и болезнь Паркинсона, и различные треморы, и еще много чего. И глаз вот дергаться начинает, и боли разные появляются. Поэтому нужно восстановить миелиновую оболочку нервных окончаний. А для этого нужно начать правильно питаться, убрать говнище из организма. А он-то там скапливается прямо с детства. Есть у нас системы, комплекс детоксикации. Вы можете у Юли все это дело узнать. Кстати, напомню, Юляшин Кап, кому нужно записаться на консультацию или спросить о чем-либо. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Как стать хозяином своего сознания, чтобы мысли негативные не возникали? Виктор, вы спрашиваете, как сделать то, чем уже вы являетесь? Вопрос здесь в другом. Чтобы негативные мысли не возникали, нужно наблюдать за источником негативных мыслей в сознании, откуда они приходят. То есть, есть определенные алгоритмы, да, это эгрегоры, основной задачей которых является вас подоить. А что значит подоить? Получить от вас энергию. А как получить от вас энергию? Ввести вас в состояние психологической нестабильности, то есть страха. А для этого нужно поддать жарку туда, мысль определенную внедрить, в результате чего вы начинаете нервничать. Понервничал, покушал, поспал, понервничал, покушал, поспал. Сладкая дойная корова. Поэтому необходимо внутри сознания искать источник. Это не ваши мысли, это внедренные мысли посредством беспроводного интерфейса. Берите и ищите, они очень боятся этого. Быть обнаруженными. Полюбить себя это сложное искусство для большинства людей. Есть рецепты. Рецепт очень простой. Понять, что то, что смотрят через ваши глаза, единое, общее, целое, вечное, бесконечное, никогда не разжидавшееся и не способное умереть. Как только вы это осознаете, а для этого снаружи бесполезно куда-либо идти и где-либо что-либо искать. Это находится только внутри вас. Это как озарение. Вот как озарение это случится, вы будете громко смеяться. По поводу того, что вы все искали, искали что-то где-то, оно все уже внутри вас все время было. А вот эта физиологическая оболочка, это все лишь транспортное средство. Временное транспортное средство, как машина, которую мы покупаем, покататься. Людям рассказали совершенно какие-то безумные идеи по поводу смерти, по поводу того, что можно умереть. Нет, можно поменять биологическую машину. Вот это можно сделать. И мы это делаем бесконечно большое количество раз. И это прекратить невозможно. Только не всегда это форм-фактор человека. Вот и все. Как только это происходит, все. Как научиться прощать? Вы знаете, нужно учиться не прощать. Что такое обида? Обида это неоправданные ожидания. Неоправданные ожидания это когда вы слушаете кого-то, или ждете от кого-то чего-то. Или кто-то вам лапшу на уши навешивает. Может быть, это даже не лапша ни разу. А человек искренне говорит вам, что будет любить вас бесконечно долго. Потом выясняется, что вот этот бесконечно долго любящий, соседка приходит, бухнули и рассказала, как этот бесконечно любящий, ее там и спереди, и сзади, и сверху, и снизу, и с соседкой, еще с кем-то. И все. И вот эти все обещания, они испарились, как будто их и не было. Поэтому не надо никому никогда ничего обещать. Это абсолютно бессмысленно, глупо и деструктивно. Вы не можете знать, что будет завтра. Может, прилетит метеорит. А может быть, еще что-то случится. Вы можете говорить только здесь и сейчас. Вы можете говорить, да, я люблю тебя сейчас. Но я не знаю, что будет завтра. Не требуй от меня того, чего я не могу тебе дать. Я не знаю, что будет завтра. Сейчас, да. Вот мое отношение к тебе. Такое, 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 такое. Все. Если вы научитесь ни от кого ничего не ожидать, ни у кого ничего не просить, то у вас не будет разочарований. Не очаровывайтесь. И тогда у вас не будет разочарований. А если нет разочарований, откуда взяться обиды? Обида – это когда вас обманули, вы считаете себя вот обманутым или обманутой. Да, вам обещали, а потом не сделали. Да потому что вы изначально не понимали, что обещанием грош цена. Это просто пустые слова для того, чтобы добиться от вас в настоящий момент нужной от вас реакции. И получить от вас чего-то, из-под вас что-то выковырять. Да, либо отношения, либо какие-то финансы, либо материальные какие-то аспекты, либо ментальные, либо то и другое. Поэтому не надо очаровываться. Будьте здесь и сейчас. И действуйте от здесь и сейчас. А не завтра, не послезавтра. Это абсолютно бесполезно, ненужно и деструктивно. А вот быть здесь и сейчас и говорить все, что думаете, да, вот не надо ничего скрывать. Если у кого-то воняет из жопы или воняют носки, так скажите, у тебя воняет из жопы или у тебя воняет из пасти. Иди почисти зубы или вымой жопу. И потом приходи. Или не приходи. Все просто. Как вернуть себе то, что отняли магическим способом? Если у вас чего-то отняли, неважно каким способом, магическим или по жопе вам надавали, значит, к тому есть причина. И возвращать ничего вам не потребно, вы заплатили за свое обучение данным. Если оно случилось, значит, Богу было угодно, чтобы у вас отобрали именно то, что отобрали. А вот для чего, то есть извлечь понимание из этой ситуации, для чего эта ситуация создана, а Бог ничего не делает просто так, все случается к месту. Все случается вовремя и все случается правильно. Всегда. И нет ничего, что случается не вовремя и неправильно. Кто мы такие, чтобы за боженьку решать о правильности или неправильности того или иного? Это же смешно. Посоветуйте интересные книги. Интересных книг на самом деле очень много. Вы заходите, пожалуйста, в ссылки. В описании к этому видео есть ссылка на канал Телеграм. И вот там можно узнать очень о многих интересных книгах. Ваше мнение о трудах Гурджиева. Интереснейший человек. Теперешнее его воплощение у нас вон лучший друг Грефона сегодня. Вот этот вот у нас шептатель. Индийский такой. В чалме. Ходит там, рассказывает, что к чему и как. Интереснейший персонаж. Да и, собственно, и предыдущая его инкарнация Садгуру, это нынешняя инкарнация, а предыдущая Гурджиев. Великолепный и интересный товарищ, личность, да. Однозначно. Однозначно человек. Однозначно понимающий, что к чему и как. И прекрасно управляющийся совсем. Есть чему в него набраться. Правда ли, что предатели не меняются? Бывший муж хочет вернуться. Вы хотите склеить разбитую тарелку, что ли? Это, а что, нового найти сложно, что ли? С людей ночью забирают энзимы. Или это фантазия инфоцыган? Говорит, не знаю. Я только одного инфоцыгана знаю. Это Сережка у нас есть там такой, в Паттайе живет. Вот это точно инфоцыган. А остальные, я даже не знаю, что это такое. Да, наверное. Забирают энзимы. С людей ночью. Кто? Кто приходит? Кто забирает? Где эти гады? Укусить их надо. Вы просыпайтесь и кусайте их за жопой. Они убегут и больше не придут. Владимир, вы сказали, что передатчик на Луне. Это и есть Луна, это и есть передатчик. Кем он установлен? Теми, кто создал человеческий вид для, собственно, работы. Обратите внимание, что у нас происходит-то. Ведь человечество существует, и каждый исполняет свою роль. Добывается такое количество полезных ископаемых здесь, их столько перерабатывает, сколько человечество не использует. Спрашивается, а куда же оно девается-то все? Очень интересный вопрос. Куда девается все? Металлы и все остальные. Химические вещества, да? Стоит подумать об этом немножко. Куда все это девается. Какие-то придумали какие-то фантастические космические корабли, которые там куда-то летают. Что-то там они возят. Какие-то Антарктиды, там полюса, глобусы и всякую прочую дребедень. Придумывали хрен знает чего, лишь бы двуногие трудились. Лучше дать людям второй шанс. Да им одного-то много было шанса, а вы хотите еще что-то. Это вы не им шансы даете. Это вы свои шансы пытаетесь реализовать. Неужели непонятно? Ну это же даже ежам в Тамбовском лесу понятно. Себе вы шанс даете, потому что боитесь, что не найдете другого. Говорит, не надо беспокоиться, не надо бояться. Позвольте себе быть самой собой. Пошла себе и нашла. Вы, говорит, верите в Бога? Мне не надо верить. Я знаю. Это большая разница. Верить, это значит, что такое вера вообще? Абсолютно такая промежуточная вещица, которую обязательно надо выкинуть. Когда вы знаете, вера отваливается. Как грязь с ботинок. Потому что, когда вы верите, это не верие. Вы заставляете себя, вы убеждаете себя в верности того, чего вы не знаете. Ну, вот что такое вера? Это штука очень скользкая. А вот знание, это очень полезная вещь. Вспышки гнева и ярости поддаются лечению БАДами или травмами. Это не болезнь. Вспышки гнева и ярости – это психологическое состояние. И основа этого психологического состояния – самоуничижение. Собственно, поэтому возникает гнев и ярость. Из-за собственной глупости. Это проявление собственной глупости. Поэтому есть такие препараты, например, микстура ЦНС, например, тот же самый красоднев рыжий, о котором мы сегодня говорим. Они помогают вам спокойно размышлять на те темы, которые у вас вызывают ярость и гнев. Именно в таком состоянии спокойно вы можете проводить перепросмотр собственной жизни и анализ. И это необходимо делать. Некоторые пьют успокаивающие для того, чтобы забыться. Это неверное решение. Наоборот, нужно идти внутрь и исследовать себя. Нужно менять себя. Потому что если у вас возникают ситуации, когда вы повергаетесь в состояние гнева, расстройства, депрессии, злости, это говорит о том, что вам есть что в себе подрегулировать. Значит, вы не сбалансированы. Вот чем надо заниматься. Садгуру же шарлатан. А президенты не шарлатаны. А премьер-министры не шарлатаны. А вот эти вот продавцы защит не шарлатаны. А в аптеке не шарлатаны, которые продают говнище, от которого люди заболевают. Вы посмотрите вокруг. Вы где не видите шарлатанов? Мир состоит на 90% из шарлатанов. А вы рассказываете, что Шадгуру шарлатан. На самом деле он ни разу не шарлатан. Да, он кому надо говорит все как есть, открытым текстом. Точно так же, как и его предыдущая инкарнация Гурджиев. Ни разу не шарлатан. Да, он говорит, как есть, говорит. И все. Говорит, а если вы не хотите понимать то, что вам сказано, то и ради Бога не понимайте. Идите, вставайте в очередь за вот этими плюшками, которые на каждом углу предлагаются. В ютубе стали появляться скачанные кем-то незаконно вебинары разных мастеров. Это у меня есть передача по поводу вот этих гуру, шмуру, мастеров, чародеев. И у них одна единственная задача, просто почистить ваши карманы и все. Что-то полезное в ментальном плане никогда никем не продается. Это нельзя продавать. И если вам продают просвещение, знайте, что к вам сзади пристроился вежливый лось. В одеяниях какого-то вот этого просветленного лося, да. И уже спустил штаны и уже навызелил вашу задницу. Поэтому будьте внимательны. Если вы, конечно, не любитель подобных острых ощущений. Как не впасть в депрессию из-за ситуации в мире? Насрать на этот мир со всеми его ситуациями. И ни разу не впадать в депрессию. Вам для чего все это рассказывают посредством массовой информации? Как вы думаете? Для чего? Вот для того, чтобы вы впадали в депрессию. И только для этого. Никакой другой цели-то нету у этого. Различаете ли понятие Бог и Творец? Я называю Боженькое, да. Он же и Творец. А есть еще Абсолют. Это то, точнее не есть. Абсолют не может быть. Это отсутствие чего бы то ни было. Абсолютное ничто. Это Абсолют. Который в потенциале содержит все посредством разделения на прямые противоположности. Там и Боженька появляется. Нет, не разделяю, по сути. Потому что Творение происходит из Оно. Оно сотворяется. Кто же такой врач, который знает точный диагноз, не видя человека, не пощупав? Верочка, а вы что думаете, что врач, который вас пощупал за задницу или за другие места, точно знает, что он нащупал? Чего его научили нащупывать? Что ж в компьютере у него написано. Вот он то и нащупает. Это же легко проверить. Вы можете сходить, и вот вам обязательно что-нибудь нащупают. Да, все эти обследования, это все вот нащупывание чего-то, при помощи чего вас можно попугать. Что делать с родом, если все родственники между собой поругались? А вам что, хочется участвовать в передаче «Пусть говорят»? Или «Давай поженимся?» Или «Давай посремся?» По-моему, это не очень хорошая идея. Зачем тратить свое время на столь бесполезные коллизии, если у них там вот эта вот мышиная возня идет? Займитесь чем-то полезным. Как справиться с тревожностью? Микстура ЦНС вам в помощи, не только. Но лучше не тревожиться, меньше смотреть вот эту гнилую информацию, которой загаживают мозги. Владимир, смотрели фильмы «Дженерейшн Пин»? Ну, конечно, смотрел. Я им первые смотрел. Что вы можете сказать про них? Хорошие и фильмы, и книги. Да. Очень соответствуют действительности, между прочим. Можно ли встретить любящего мужчину и полюбить самой в 53 года? И даже в 90? И, кстати, чем старше, тем вероятность этого события гораздо выше. Здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.